Всем привет! С вами Пётр Семилетов в непривычной записи через веб-камеру и держащий перед собой микрофон. Сегодня я начинаю цикл передач, видеопередач, посвященных звукозаписи в Линуксе. А говоря о звукозаписи в Линуксе, мы подразумеваем работу в Ardory. Это основная мощная программа звукозаписи в Линуксе, которую можно сравнить с такими коммерческими аналогами из мира Windows, как Nuendo, Cubase, Reaper. Ближе всего, пожалуй, по возможностям, по гибкости настройки она к риперу. Но поскольку тема звукозаписи в Линуксе вообще освещена плохо, то я начну с азов. Если вы знаете эти азы, то смело пропускайте кусочек видео, дальше прокручивайте. В Линуксе существует звуковой сервер Jack. Jack позволяет коммутировать звуковые потоки, соединять из разных программ, перенаправляя их из одной программы в другую. Jack работает нормально только над звуковой подсистемой ALSA, которая является стандартной звуковой подсистемой Линукса. Сейчас в дистрибутивах над ALSA ставят настройку сервер Pulse. Сервер Pulse мешает работе Jack. Я советую либо почитать в интернете, как отключать или приостанавливать Pulse при использовании Jack, или отключить Jack вообще и пользоваться просто ALSA. Перед тем, как вообще начать разговор о запуске Ardora и запуске звукового сервера Jack, необходимо рассказать о предварительных настройках. Возможно, у вас уже дистрибутив настроен должным образом, а может быть и нет. Сервер Jack должен запускаться с правами работы в реальном времени, скажем так. Чтобы обеспечить этот режим, нужно вашего пользователя, пользователя, под которым вы работаете, внести в группу. Например, у меня в дистрибутиве эта группа называется RealTime. Вы включаете своего пользователя в группу RealTime, если у вас ее нет, создаете просто сами пустую группу. И затем мы эту группу должны прописать в определенном конфиге. А именно, вот мы идем в файл в каталоге AddSecurity, и вот в каталоге LimitsD создадим отдельный файл. Ну вот у меня он называется 95jconf, можете назвать его как угодно. В нем вносим следующее содержание. Вот пишем RealTime, вы можете найти в сети этот же текст и скопировать его. После этого, и лучше после перезагрузки, мы можем запускать JackServer. JackServer запускается разными способами. Из консоли, используя файл конфигурации, через графический интерфейс QJack.KTL, либо при запуске самого Ardor. Я предпочитаю последний способ. И во многом, я не буду сейчас касаться настроек сервера Jack, потому что при его настройках следует учитывать специфику вашей звуковой карты, либо карт различных. При запуске Ardor мы видим такое окошко, Session Setup. Отмечу, что здесь и далее я буду использовать англоязычную версию интерфейса, потому что русский перевод еще сырой, термины переведены неоднозначно. И далее в этом видео я покажу, как в самом Ardor переключиться на английский вариант интерфейса, исходный вариант. Итак, окно Session Setup. В нем мы можем открыть одну из последних сессий, открыть вообще какую-нибудь сессию на диске, либо создать новую, что нам и нужно. Для этого надо нажать на New Session. Вот мы ждем. Вот мы нажимаем, появляется окно Session Setup. Настройка сессии. Сессия в рамках Ardor тоже, что в Reaper'е проект. Называем сессию, ну скажем, тест 05, там какое-нибудь число просто. Это будет название нашего проекта. И нажимаем кнопочку открыть. Возникает окно, которое Reaper предлагает, если Jack-сервер не запущен ранее. Вот мы видим аудио-система Jack, драйвер, ALSA. Можно другой какой-то выбрать, но нам нужен ALSA. Это устройство нашей звуковой карты. Вот у меня мы видим три звуковые карты. Это внешняя, ну, PCI, M, Audio, Audio Fill, потом встроенная звуковая карта, и Loopback, это виртуальная звуковая карта. Sample Rate. Поскольку я потом буду захватывать видео с экрана, и сессия записи идёт в 48 кГц, я выбираю 48 кГц, ну, а для музыки обычно выбираю 144. Buffer Size влияет на задержку. Вот я поставил 256 сэмпл, и у меня задержка 5,3 миллисекунды. Наперёд мы не трогаем. А теперь важная опция MIDI System. Вот если вы собираетесь записывать звук с MIDI-клавиатуры, то выберите Legacy ALSA RAU Devices. Тут есть ещё, например, ALSA Jack 1, ALSA Jack 2, но MIDI-клавиатура, во всяком случае, в моём случае, хорошо работает только вот при этом параметре. И затем мы нажимаем кнопочку Start. После чего у нас возникает окно с пустым проектом. Вот пустой проект, на нём только дорожка Master. Интерфейс Ardora построен в виде вкладок. Но сейчас, чтобы не забыть, давайте переключимся на английский интерфейс. Вот у меня он уже включён. А у вас, скорее всего, русский включён. Поэтому мы идём в Edit, Preferences, General, Translation и снимаем галочку с Use Translation. То есть, у вас оно будет называться «Использовать переводы». Вот мы снимаем галочку и перезапускаем потом Ardora. И получается такой же английский интерфейс, как у меня. Бегло продёмся по интерфейсу. А затем я покажу, как создать MIDI-дорожку, записать простейшую партию и отрендерить это дело во внешний WAV-файл. Что важно, на что сейчас надо обратить внимание. Во-первых, темп композиции. Вот тут он по умолчанию 120. Можно прописать любой темп. Вот, в принципе, всё, на что мы сейчас сходу обращаем внимание. Теперь создадим новую дорожку. Это можно сделать, как через меню «Track» от «Track, Bass or VCA». Либо нажатием правой кнопки мыши, вот тут на пустом месте. И выбираем тип дорожки. «Midi-трек». Название можно её вписать. Ну, назовём «Synth». И тут можно выбрать один из существующих. Ну, вот «AmSynth», скажем. «AmSynth». И потом жмём «Add and Close». Таким образом мы создали новую дорожку под названием «Synth». Теперь мы переходим из вкладки «Editor». Мы переходим на «Mixer». Для записи с MIDI-клавиатуры нужно выбрать порт, с которого мы пишем. Для этого мы щёлкаем на этом списочке и выбираем «System MIDI Capture One». Теперь необходимо отметить дорожку для записи и нажать на кнопку «In», «Monitor Input», чтобы слышать то, что мы играем с клавиатурой. Чтобы изменить настройки синтезатора, надо дважды щёлкнуть по нему и немного подождать. Вот такой синтезатор «AmSynth» Ника Давула и множество просетов к нему. Попробуем теперь записать небольшую партию. Переходим на «Editor», хотя можем остаться и на «Mixer», но в «Editor» это будет более очевидно. Тут у нас уже всё отмечено. Запись производится на те дорожки, где включена кнопочка записи. То есть мы можем писать одновременно на несколько дорожек. Поэтому не забывайте выключать отметку записи с дорожек, куда вы не собираетесь писать. Теперь мы нажимаем кнопку записи на панели транспорта и нажимаем кнопку воспроизведения, чтобы пошёл процесс. Вот мы записали небольшую партию. Теперь давайте для удобства отключим запись и отключим мониторинг. Обращаю ваше внимание, что если мониторинг включен, то при сведении партии эта дорожка не будет слышна. Поэтому не забывайте выключать мониторинг. Сохраняем. Новички в «Ardory» не могут найти пианорол, то есть упрощённо говоря нотный лист, где квадратиками можно рисовать ноты. Пианорол в «Ardory» выдвижной. Мы берём, подводим мышь к низу заголовка дорожки и начинаем тянуть вниз. Вот появляется пианорол. Теперь мы масштабируем его, чтобы было удобно. И тут мы можем править каждую ноту. Для рисования новых нот мы используем карандашик. Вот мы рисуем ноты. На размер ноты влияет вот этот список. Если мы выберем битс, скажем, то у нас каждая нота будет занимать один отсчёт. Если мы делаем, скажем, барс, то будет вот такая вот. Можно использовать доли различные. Чтобы выделить ноты, мы используем этот инструмент. Выделяем и удаляем клавишей «Delete». Ну, конечно, работать с фрагментами удобнее, когда они уменьшены. Давайте создадим петлю. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши на вот этой вот полоске «Loop Punch Ranges». И выбираем «New Loop Range». И теперь устанавливаем размеры петли. Композиция тоже, по сути, как бы петля, отмеченная, ограниченная маркерами «Start» и «End». Вот «End» — это конец композиции, а «Start» — это её начало. Чтобы воспроизвести текущую петлю, мы нажимаем вот эту кнопочку, либо кнопку «L». Сделаем тише. Можно менять тембры по ходу. Сейчас. Что делать, если у нас нет MIDI-клавиатуры? Можно просто берём карандашик, рисуем им кусочек партии, растягиваем опять же, чтобы открыть пионерол. И карандашиком же, используя нужный нам размер, рисуем ноты. По пионеролу можно смещаться также в пределах октав и масштабировать его вертикально. Теперь отределим композицию в WAV-файл. Конечно же, мы можем создать ещё дополнительные дорожки, записывать на них звук с микрофона, например, или партии гитары, что угодно. Сейчас я покажу просто, как записанную одну партию отределить в цельный WAV-файл. Для этого мы идём в «Session», «Export», «Export to Audio File». Вот тут мы здесь выбираем, в какую папку мы будем экспортировать WAV, то есть все дорожки будут сведены в один файл. Я сейчас не касаюсь вопросов сведения, микширования, ничего этого не касаюсь, у нас просто простейший пример. Например, мы выбираем нужный выходной формат, вот, например, стандартные 16 бит 44 кГц, и тут можно вписать имя файла выходного, а можно оставить, тогда у вас получится «Session WAV» в указанном каталоге. И нажимаем кнопочку «Export». Всё, получили на выходе готовый WAV-файл. Субтитры создавал DimaTorzok